А дождь, наверное, все-таки устал. Сегодня он уж так рано начал у нас барабанить. Да не просто своими капельками, а ударами по крышам, по асфальту. Был конкретно шум дождя. Я же это называю музыкой дождя. И у каждого дождя своя музыка, своя какая-то особая симфония. Сегодня дождь был похож очень на рок, как будто барабаны стучат. Настолько это было громко, настолько это было сильно. А сейчас вот он устал. Сегодня у одной девочки, у Аллочки, было одно стихотворение, которое было без названия, но начиналось словами «усталый дождь». Мне оно так понравилось. Аллочка его сама написала. И вы понимаете, когда люди пишут сами, и сами же их читают, то это звучит по-особому. Они знают интонацию каждой строчки, каждой буковки. Поэтому было просто замечательное стихотворение. И как раз эти строчки отнеслись к сегодняшнему дождю. Вот сейчас уже просто моросит, просто моросит. Его и не видно. Все, сыро, листочки, посмотрите, какие в дожде. На улице тепло-тепло стало. Как-то так прям даже обычно после дождя становится прохладнее. А мне кажется, что после сегодняшнего дождя стало как-то даже теплее. Как я его обожаю, этот дождь. Мне никогда не надоедает. Цветочки мои, правда, внизу уже не такие яркие. Каждый день у нас прям сильный дождь. И бутоны склоняют свои головки. Вот те, посмотрите. Я обычно никогда розы не срезаю. А только вот в таком случае, когда веточки и шейки не выдерживают тяжесть. Вчера даже как-то пожалела, не стала срезать. Ну а что? Они уже сегодня вот и повяли. Те розочки. Ну что, дождь, угомонился? А небо еще серое такое. Так что это был не последний дождь. Зелень сочная, сочная. Ну трава. А на огороде я не знаю, как мы будем собирать, какой урожай. Если только не из парника. А так, ну заливают нас пока. Уже давным-давно такого и не надо нам дождя. Я имею ввиду природе, конечно, растения. Дорогие мои, хорошие мои, я поздравляю вас всех с праздником, с днем семьи, любви и верности. Пусть в каждом, в каждом доме будет счастье. Еще хотела сказать, мои хорошие, спасибо вам большое за слова ваши добрые, за слова ваши теплые, которые вы оставляете в своих комментариях. И даже если просто заходите в гости, без слов, я вам очень-очень всем рада. Обнимаю вас крепко. С вами был канал Галины Радости. И я, Галина.